Относительно Гегеля мы сравнивали наше начало с той философией, которая подразумевает становление содержания в форме, становление предмета в форме. И мы показали разницу нашего построения с их. В нашем построении содержание становится как содержание, ну или можно сказать предмет становится как предмет. Так тоже вполне можно сказать. Относительно этого феномена, о котором Михаил говорил, феномена перед, то, конечно, его нет, потому что нет готового качества, как у Аристотеля или Аксагурова. Но предмет становится предметом, все равно же речь идет о том, что предмет – это то, что перед. И содержание – это то, что перед. Но у нас это перед становится, а не готово. Так вот, Гегель предлагает в логике, про феноменологию мы говорили, в логике. А в логике Гегель предлагает некоторое, видимо, иное начало. И чем логика отличается от феноменологии? Феноменология – мысль мыслит чувство. И тогда получается такой феномен, как бытие ночи. Поскольку предмет внешен, как мы говорили, поскольку был предмет внешен сознанию, то он есть ночь, есть определенный эмпирический предмет, а насколько он мыслит со сознанием, то есть сознание в предмете соотносится с собой, то он имеет смысл бытия, чистого или абсолютного присутствия. Сознание отличает от себя нечто, с чем оно в то же время соотносится. Поскольку отличает то ночь, поскольку соотносится то бытие. Получается некий феномен «ночь десять». Но это феноменология, где мысль мыслит чувство. В логике мысль мыслит себя. Мышление сознает себя. И когда мышление сознает себя как форму, то оно сознает бытие предметов. Предмет уже не есть нечто чувственное, а есть бытие. Простое бытие без дальнейших определений. Значит, какая возникает ситуация? Мысль сознает себя как форму. Это, собственно, означает, что предмет мыслится как простое существование. Это одно и то же. Мысль сознает себя или мысль мыслит предмет как простое бытие. Это один акт мышления. Поэтому примечание… Здесь весь фокус самосознания. Поэтому в своем прибавлении к первой этой фразе про бытие Гигель ссылается на Парменида и говорит, что Парменид говорит со всей эмоциональностью, со всем пафосом, мыслей, которая впервые помыслила себя. Значит, еще раз. Мысль мыслит себя и мысль мыслит бытие предмета. Предмет как бытие – это один акт. Когда мысль сознает себя, она сознает предмет как нечто существующее, просто существующее. И это начало. То есть как бы в терминах феноменологии получается, что сознание соотносится с предметом и соотносится с собой? А почему это в терминах феноменологии? Ну, потому что феноменологии, как Вы сами сейчас сформулировали, поскольку содержание различено в качестве содержания, оно очень. А поскольку сознание относится к содержанию, это самое содержание отождествляется с бытием. Получается вот это рассуждение, что ночь есть. То есть я хочу сказать, что в науке логики получается, что по поводу предмета не производится развлечение содержательное, а происходит только погружение в отношение, в отношение сознания к предмету и в отношение сознания с собой. Ну, я так бы сказал, когда сознание осознает себя, когда мысль мыслит себя, мышление о мышлении возникает, то предмет получает определение птии. Это один акт. Когда мысль осознает себя как форму, то предмет для мысли получает смысл бытие. То есть у предмета последнее забрали, то есть у предмета хотя бы что-то было такое, бытие было, теперь у него уже ничего нет. То есть мысль мыслит себя, а на самом деле и этого достаточно. У предмета это еще даже. Мысль мыслит себя, определение бытия. И дальше надо из этого развивать себя по временам. Как логики. Ну почему же? Предмет получает смысл бытия. Он есть в нем. Но предмет получает смысл бытия только в том смысле, что он мыслит себя. То есть у него ничего нет своего, он еще более стал. То есть уже изничтожился да ничто уже. Ну вот в каком-то смысле да, я хочу соотнести это начало с началом аристотелевских. Где предмет становится путем получения формы. Бытие предмета это все-таки, видимо, другая ситуация. Хотя о предмете, хотя становление предмета как предмета, то есть когда мы говорим предмет есть, просто есть и больше ничего, то можно ли это рассматривать как возможность предмета? То есть существование предмета возможности. На самом деле можно же задать вопрос со стороны, а почему вообще есть различие формы предмета? Почему вообще есть различие мыслей предметов? Почему не просто одна мысль и все? Почему есть противоположные? То есть это все-таки предпосылка же, что есть нечто еще помимо мыслей, помимо формы. Откуда она берется? Откуда она берется? Она предпосылка. Она предпосылка. Что есть мысль, есть предмет. Что мысль предметна – это предпосылка. Мысль предметна. Меня интересует начало аристотелевское, оно же кантовское, фихтовское, оно саворовское, и начало логики егеря. В каком смысле сознание предмета существующим и только? В каком смысле предмет здесь оказывается лишь возможностью дальнейшего определения? Потому что бытие к известному егерю оборачивается ничто, предмет есть он или… Если он – простое бытие, то есть предмет или нет, мы как бы не совсем ясно знаем. А с другой стороны, есть, предмет есть, он обнаружен, он установлен, он есть, он не становится, он существует. Абсолютно существует. Бытие есть. Ну, Векеля, вообще логичнее сказать, что форма становится. Потому что вот вся эта история рассказана в логике, что это иное, как становление формы. Тогда как предмет, является ли он возможностью… Это иное бытие, в котором реализуется форма, в частности. Хотя могла бы и не реализовываться. То есть могла оставаться своя чистоте. Нет, ну и на бытие оно, строго говоря, необходимо для становления понятия. Поэтому здесь нельзя сказать, что это такое совсем произвольное. Но я просто вот обращаю внимание на то, что здесь происходит становление формы, но не становление содержания или предметов формы. Да, мне так кажется, что в ноте логики предметов просто нет. Поэтому как бы она не может становиться. Как это нет? Ну, вообще… Ну, вынесем за скобки, посмотрите. В самом деле. Чистая логика. Да, чистая логика. Берем чистая непосредственно, берем чистая бытие. Предметов здесь нет. И пытаемся с ними работать. Только так, по-моему. В этом отличие от феноменологии, где предмет уже есть. А логика уже… Предмет снят полностью, осталась чистая форма, и просто форма там… Логически развивается. То есть дело даже еще хуже, чем в математике. Математика только с чем-то имеет место, с понятием предмела, что-то еще вам положено перед собой. А здесь вот полагается вот такое понятие непосредственного… Понятие ничто, которое одновременно есть непосредственно. Понятие становления. А предмета нет. Потому что на самом деле и сознания нет как противоположного, да? Просто есть чистые движения формы. Чистое логическое построение. Не знаю, что он называется на украинской логике. Ну, логике же приходит со временем к наличному бытию. Ну, вот так он приходит к наличному бытию в каком смысле? В том смысле, что наличное бытие – это вот еще одно бытие. Как и предыдущее бытие было без предметов, так и об этом можно говорить. Как и о наличном бытие как о простой логической форме, а не как о том, что опирается на конкретный предмет. Вот именно логическая форма наша. Все предметы даны нам… Ну, опираться, по крайней мере, с предметом даны нам в определенных логических формах. И здесь точно так же. Данность предмета – она в определенной логической форме. Эта логическая форма принимает форму наличного бытия. Что здесь отличается? Предмета нет. Он полностью вынесен за скобки. Ясно же, что, например, в математике где-то когда-то была морковка, но нет морковки. Когда ты там просматриваешь ситуацию. Какой-нибудь там холдофовый диет или что-нибудь еще. Морковки нет. Ну хорошо. Хорошо. Может быть, вы и правы. Определение бытия… Да, я хочу это становление чистого понятия. Да, я хочу это становление чистого понятия. – То есть мысли в предмете соотносятся с собой, а они никакой образом не сыны. – Да, но она запустится не тем способом, что в предмете. А тем, что предмет вынесен за скобки. – Ну, тем самым предмет вынесен за скобки. – По-настоящему вынесен. – Не просто опираясь на предмет, она соотносятся между собой, а просто реально вынесен за скобки. – Вот получается чистое понятие перед нами. – Псеково без предмета. – Предмет там очень далеко. – Совсем-совсем. – Совсем-совсем. – Совсем-совсем не предмет. – Вот такое вот интенсивное отношение как бы с собой, которое называется понятием. И которое, как бы, и предмету завину туда, куда там Макар и Дяд Николин. – Ну, может быть, слово «предмет» слишком сильное в данном случае, но совершенно точно нельзя не согласиться, что содержание, оно точно вытолкнуто за пределы, потому что это содержание может наполнить любую из форм, которая будет получена в науке-логике. И тем самым оно приобретет статус, например, наличного бытия или сущности, и чего бы там ни было. Но и количество, к примеру. То есть вот там красное может стать либо наличным бытием, либо красным количеством, либо красным качеством, т.д. и т.п. Но, как бы, оно просто как бы является… Это содержание, оно вообще безотносительно своей формы. Вот форма как-то развелась и дала возможность содержанию стать чем-то иным. Но тут, как бы, говорить даже не о чем. Наверное, поэтому Гегель вообще игнорил это обстоятельство. Я не совсем согласен с тем, что предмет будет красным, может стать чем угодно. Но вот там одна из достаточно ранних форм – это число. Ну и что? И действительно, что морковка… Морковка никогда вполне не станет тремя. Не станет никогда тремя морковки. Вот в чем проблема. То есть мы это учим встречать эти морковки. И морковки никогда не станут тремя. Так и все остальное. Они, как бы, они, как где-то здесь есть, находятся. Но наличное бытие, ничто, что-либо еще. Она, она в чувственном мере, то есть в этом, в этом мере предметов не имеет, без слов. И оно всегда в него не попадет. Ну, она может быть тремя морковками? Какие проблемы? Да, не может. Вполне, совершенно не может. В том-то и дело. Вот никак не получается. Тремя морковками стать тремя морковками. Это странно, но вот это так. Я не вижу ни Малиши, ни Песа, честно сказать. Ну, потому что, как бы, число – это, как бы, никогда не три морковки. Оно всегда с задним. Морковки всегда у него становятся тремя. То есть, казалось бы, такой близкий пример, да? Морковки – их всего лишь три. Почему бы им не стать тремя, не представлять себе число, не воплотиться в форме числа трех? Однако нет. Ну, точно так же, скажем, морковность никогда не совпадает с сущностью как таковой. Да. Но, тем не менее, она может принять форму сущности, и мы можем мыслить морковность в качестве сущности. Точно так же. Ну, когда мы… Да. Ну, вот это вот такой странный мир, когда понятие очень сильно отровано. Ну, вот это… Полупоэтическая ритафора очень сильно, да? Очень сильно отровано предмета. Ну, совсем. Нет его. Ну, подожди. Всегда, когда содержание наполняет некоторую форму, то, конечно, получается нечистая форма, получается нечистое число. Но получается нечто, которое обладает числом, например, три морковки. Оно обладает числом три. Да. Я не это только имею в виду. Ну. А поэтому, если ты говоришь, что там чистой формы, ну да, ну так, как бы этого и не требуется. Но соединение содержания и формы даст нам нечто такое составное, что будет причастно в форме. Вполне. Нет. Тем не менее, Дух веет, где хочет. И Дух веет в чистом отношении с самим собой. Без предметов. Предмет очень далеко. Ну, предмет и чувственного, когда ты имеешь в виду. Ну, да. Ну, про три морковки ты можешь сказать. А про иррациональное число, да. Видели кто иррациональное число? Ну, это же предмет, тем не менее. Ну, это числа. Это постигаемое чувственное по Гигель. Вот самые что-либо из предметных вещей. Они что? Кто видел их? Я боюсь, что оказался занудой, но мне кажется, Гигель не знал ничего не про комплексные, не про иррациональные числа. Про иррациональные-то знал, безусловно. А по комплексным, может, и не знал. А нет, знал, да? Знал? Думаешь. Знал, да. Ну-ка там ему, скажу, в 21-м году, да. Сколько лет-то было? Сколько лет был Гигель в 21-м году? Ну, уже был большенький, и он уже давно написал феномологию духа, так что все в порядке. А, ну, нет, это просто… Примерно в 20-е годы это Деория Глоа, то есть основа вообще математики. То есть уже к 20-му году была вообще, ну, все время математика создана, все в порядке. Нет, я просто говорю пример, что вот даже на примере такой вещи, как число, мы постигаем мы чувствуем, где больше предметов, где нигде больше ничего. Вечто нет совсем предметов, вот в ничто. Бывает предмета, связанного с ничто? Ну, так же ведь и про наше построение можно сказать, что… Так, если форма прежде содержания, то… И как мы движемся? Ну, почему? Ну, всегда, мы всегда придаемся, например, во всех наших построениях, всегда и везде. У нас всегда предмет какая-то такая штука, ну, важная составляющая. Нету… У нас вот Антон, помните, да, Антон наползал? Да. Вот. Он сейчас вот этим увлекается, тем, что он берет, пытается строить философию, чистое вот такое учение понятия. Ну, вот так вот. Вот он, например, вот так развлекается. И оно никак не опирается на предмет, нисколько. А у вас предмет. Вот всегда два полюса. В одном форма исчезает, поэтому он быть не может, но в качестве предмета. А в другом форма, как бы, становится действительно для себя. Но оно не может себя вот просто так схватить, а схватывает себя как-то по другому. Ну, это источник нашего всего движения. Вот везде так. То есть, никогда мы от предмета, никогда полностью не избавляемся. А здесь хопа. Вот именно. Куда Макарта от 9 не гонял. Ну, на мой взгляд, я могу неправильно обвинять. Я видел. Незряно. У нас на форме полидарис такой из друга пишет и пишет нам, что гигги из вас никто не понимает. Алло. Да-да. Да-да. Завтра шли до восьми, я буду вас ждать. Там вы что-то про трубки говорили, которых у меня нет. Ну, хорошо. А скажите примерно, сколько это будет стоить? По-моему, нет. Ну, вот год. Ну, меня просто порядок интересует. Да, хорошо. Спасибо большое. Завтра жду, да. Ну, мне кажется, Олег Михайлович тоже чистое пострадание. Потому что предмет у него это чистое такое. Это не тот предмет, который мы встречаем в феноменологии, а это некого рода понятие предмета. То есть он совершенно податливый, сплошное становление и прочее. Фактически предмет здесь тоже своего рода чистый предмет. И построение здесь тоже просто чистое. Оно тоже может быть применено к феноменологии, но на самом деле оно чистое. Когда мы говорим о предмете, что он становится как предмет, то этого, конечно, тоже вообще никто не видел, никакая это не морковка. Но тем не менее именно предмет, который становится как предмет. Он все время стоит как в качестве противоположного полюса для сознания. Вот построение мичтой и бытии. Где здесь предмет как противоположная сторона сознания противостояния? Ну, поэтому это не гигиевское построение у нас. Да, но я про то, что хочу сказать, что у Олега Михайловича предмет постоянный герой всех осуждений. Потому что его героизм должен связаться с некоторой, я бы сказал, навязчивости даже. Потому что у Олега Михайловича с одной стороны не чистая логика, а с другой стороны не совсем как бы феноменология. Ну она, конечно, не феноменология. Это лично-средняя логика, в любом смысле, это безусловно. Да, лично-средняя логика. Срединый пульта. Доскрытишь. Что? Доскрытишь. Может ведь у Гигеря, если думать о том, что науко-логике это чистая схоластика, на самом деле. И понять ее как можно. Ты можешь только либо принять ее, понять ее сложно. Нет, у Гигеря науко-логика, она ближе к математике. Может она ближе к математике, но все равно как бы она непонятна. Ну да, и схоластика, наверное, та, которую мы не знаем еще. Игорь, я бы обдумывал ваше соображение, что предмет становится как предмет, то это переход от ничто в бытию возможности. Ага, да. Бытие возможности, согласно Анаксагору и Аристотеру, обладают чувственной определенностью. У нас нет. Вы же в смысле Аристотера употребляете слово «утие возможности». То есть, когда содержание становится как содержание, когда предмет становится как предмет, то он не получает определенных. А бытие возможности, это у Анаксавора и Аристотера, это то, что имеет определенность, но это определенность еще не явленно осознает. То есть, все-таки, это другое. Ну, тогда вы думаете новый термин? Ну, почему это было? Чем плохо из небытия в бытие? Там из ложности в действительность, а здесь все-таки от небытия в бытие. Становление, так сказать, в чистом виде. Потому что у нас собора Аристотера все-таки инотеология. Предметы из бытия в себе становятся бытием для нас. Это чисто инотеологическое движение. Онтологический предмет имеется. Красное уже красное. Но когда оно получает форму пространства, оно получает смысл. Много звонков. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Отдай, Евгенш. Ну, вот у меня семинар в разгаре наполовине. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Смотри, я полчаса, минут сорок еще поработаю. Как хочешь. Хочешь, где хочешь. Ну, смотри, да, если найдешь какое-то занятие, я буду рад встретиться там, но через некоторое время. Ну, ладно, пока. Ну, ладно, пока. Ну, хорошо. Значит, мы совершили какое-то движение. Сначала форма о себе знает, что она есть. Второй шаг заключается в том, что форма знает о себе, что она форма. То есть, что она ставшая, и тем самым в качестве ставшей является причиной содержания. Еще раз, сотый раз подчеркну, что причинение, предшествование формы, одно и то же. Воздействие форм на содержание вытекает исключительно, состоит исключительно в ставшейся форме. Ничего больше у нас нет. Не потому, что форма определенная, как у Аристотеля. Она воздействует на содержание, на предмет. А только потому, что она старшая форма. Поэтому вся, как бы, исключительность построения. Достаточно быть старшей, чтобы оказаться причиной содержания. То есть, причиной предмета. И мы в прошлый раз остановились на том, что форма, чтобы не потерять себя в предмете, что форма, с одной стороны, является причиной, предшествует. А с другой стороны, теряет, поскольку предмет, как результат воздействия формы, становится, возникает, как это результат. Форма теряет себя в своем результате. Чтобы не потерять себя в своем результате, форма должна воспроизводить себя как форма. То есть, воспроизводить себя как причину. Воспроизводить себя как причину. Возникает ситуация, на которой мы в прошлом году много сидели. Ситуация указывания – вот-вот-вот. Ситуация указывания – вот-вот-вот. Здесь возникает понятие множества. Когда форма воспроизводит себя как укаживание, предмет получает конечный вид. Вот-вот – это конечность предмета. Но, поскольку форма воспроизводит себя в качестве причины, форма в каждом ввод осознает себя формой, определенностью предмета. Осознает себя как причина этого конкретного ввода. Как то, что дает границу. И в этом смысле дает определенность. Это значит, что форма является причиной уже не только потому, что она ставшая, но и потому, что она определенная. В общем, определенная не в смысле какой-то определенной определенности. Не круглая или квадратная. Не пространство или время. А просто определенно. Поскольку воспроизводит себя. Опять же, просто определенно. Это к тому, что у нас чистая логика или не чистая логика. Потому что в не чистой логике она была бы форма как-то определенной. Все-таки это был бы шар или не шар. А мы рассуждаем, как идти за мной. Как ангелы. Небесные твари. Просто определенно. Просто определенно. Вот-вот. Я овса по гороскопу. То есть облачко. Это определенно или ограниченно? Ограниченно. Давайте говорить так. Ограниченно. Потому что определенное действительно наводит на мысль о какой-то определенности. Но если правильно понимать, то можно говорить и определенное. Потому что ограниченное, слушайте, как слово тоже, наверное. А слово «ставшее» тоже лучше говорит «равное себе» или «тождественное». Потому что «ставшее» предполагает, что до этого было какое-то становление этой формы. А «ставшее» как результат этого становления. То есть форма равна себе. Это первый момент. Второй момент, что она конечная. То есть не конечная, а ограниченная. Ну да. Когда она воспроизводит себя в качестве причины, то она, конечно, ограниченная. Себя ограниченная. Тем самым она себя ограничивает. То есть получается множество. О предмете мы ничего не можем сказать, кроме того, что это множество. Многу. И это очень, на мой взгляд, интересная форма, потому что оно, оно вводит понятие… Ведь множество – это в некотором смысле количество. Собственно, сказать многое и сказать количество. Вообще, наверное, одно и то же. Если мы понимаем, что «вот-вот» – это просто много, и больше мы ничего сказать не можем сейчас. Эти «воты» – они безотносительные как бы. Но они совсем безотносительные, конечно. И совсем безотносительные – ничего бы не получилось. Но их просто много. То появляется понятие «количество», хотя нет понятия «числа». Здесь надо в эту ситуацию вдумываться. Я все время к ней возвращаюсь, к этой ситуации. Что значит «много»? Что это за форма такая? Вроде бы она ясно стоит перед глазами. «вот-вот» – это много. Все. Множество. Множество – это количество, но это еще не число. Я даже дошел до мысли, потому что число всегда предполагает счет, а счета здесь нет. Если, конечно, число предполагает счет. Я, в общем, плохо разбираюсь в числе. Все-таки эта множественность должна быть положена для сознания. Мы можем их считать собой раз, два, три, всякие разы забывать при первое, при второе, при третье, при четвертое. С собой, если мы считаем. Тогда нет ни множественности, ни количественности. Во всякий раз вот берем форму, мы ее обрезали со всех сторон и воспроизвели. Опять обрезали ее и воспроизвели. Мы настолько поврешены самым происходящим, что эта ситуация не разворачивает свою ситуацию для нас. Поэтому эта ситуация количественности и множественности. Более того, я считаю, что и количественность, и множественности – это тоже вещи оказаны. Это раз. А это два. Не является или понятием множественности способности осознавать пустой множественность, необходимые условия. А вот этого здесь точно нет. Чего нет? Пустого множества. Для понятия множественности не является необходимо осознавать пустое множественность. Точно нет и не может быть. Это два. Ну а про количество я уже, по-моему, отдаялся с этим огромным троп-стором. Третья морковка и три морковки – это разные вещи. Бывает третья морковка, четвертая, пятая. Вот так, чтобы они не были подлежали их здесь их пять. Вот это что и есть. Ну это различие и количественные порядка вообще. Количественность. А с этим никто не вспомнит. Это то. Или все согласны? А все согласны? Третья и три – две большие разницы. Значит, вот-вот – это много. Больше сказать ничего мы не можем. Вот-вот. 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 Я один раз вот. Я забыл по предыдущему и перехожу к следующему. Я не буду помнить там, где я нахожусь сейчас. Поэтому понятия, ощущения множественности нет. А как тогда форма причины будет, если она не будет помнить? Тогда эта форма хочет быть причиной. И вот она там тоже состоит. Что она не просто вот, а вот-вот-вот сразу. Не одно вот, а много вот. Иначе она не будет причиной. Да. Быть причиной – значит воспроизводить себя причиной. Не терять себя в своем результате – значит, можно только один способ может производить себя в качестве причины. Когда предмет как бы не является предметом, только становится предметом. А если он является предметом, причина теряет себя в своем результате. Но когда в этой ситуации воспроизведение, причинение, форма сохраняет себя в своем результате, является причиной определенного результата. вновь и вновь. Вновь и вновь сознает себя в качестве причины. Вновь и вновь. Но это вроде бы дает понятие нужды. Я каким образом она понимает, что она воспроизводит новое, а не воспроизводит одно и то же? А вот это вот дальше шаг такой есть. Либо можно воспроизводить одно и то же, либо воспроизводить новое. На этом построено как бы. То есть если она понимает, что она воспроизводит себе основа, тогда да, в каком-то смысле можно говорить. Просто есть два вида множества. Можно одно и то же воспроизводить, а можно воспроизводить каждое основное. Да. В самом множестве это еще не различено. Это мы можем различить или хлеб. Нельзя же сказать, что во множестве мы, если мы воспроизводим себя с одной и то же, то мы как бы имеем идею множества. Идея времени потом выяснился, что это как бы и есть автозавод. Во времени ты можешь как бы оставаться тем же самым, но тем не менее время как бы длится. Как бы ничего вроде не происходит, ты остаешься тем же самым. Ну это понятно. Я всегда говорил, что это время и себе здесь. Да, идея и времени. Не времен. Это возникает здесь идея и времени. А когда новое возникает новое, там идея это что-то как-то другая. Там идея было количества. Мне даже пришло в голову, что вот эта ситуация вот-вот-вот, раз-раз-раз, это поскольку из него возникает порядковый общий счет, то может быть это определение единицы. Может единица определяется как множество единиц. Мы даже как-то с вами проскакивала. Когда отсюда нарезали аудиторию на шестой дни, мы вышли там в скверик, рассуждали там. Мелькнула мысль, что единицы вот-вот-вот-вот это способ существования единицы. Задавание единицы, потому что ведь, вообще говоря, единицу натуральное число ведь нельзя задать. Когда задают, говорят, пусть n натуральное число. Но единственное в виде, как просто n, оно не является числом, а потому и не является единицей. Оно является сущностью. Просто сущностью. В том смысле, как он Аристотель, я уже вспоминал о нем в прошлом году, в котором Аристотель говорит, один и один человек одно и то же. n получается человек. Но говорить о единице, пусть n будет числом, натуральным числом, просто числом. Эта посылка невозможна, неосуществима. Так просто не может быть. n не может быть числом. А n, 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 когда n много, может быть, это может быть числом. Тогда это определение единицы. Потому что, когда говорят, пусть n будет числом, допустим, что n число, то определяют единицу. Но так единицу не определить. Но, может быть, единицу можно определить иначе, как n, n, n. Тогда, если мы в это… Это и немножество. 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 Ну, это мышь, которая просто кажется мне такой любопытной, может быть, единицу или натуральное число можно определить через множество единиц, в космос существования единицы Это множество единиц Тут будет недалеко до необлатоника, потому что у них там все через единицу получается Получится, что если у нас в начале стоит некая такая единица, воспроизводящаяся, то она же потом все порадит и еще порядка еще порадит и прочее То есть из нее как бы все рядится Интуиция интересна тем, что у Аристота лежит единица, это же не число Если подтверждать эту интуицию, то она погонит на что-то такое Что-то другое Чего начинается с двух Ну, это история совсем интересная, у Растольджа это Леонид совсем Не знаю, кто такого Ну, Леонид, да Ну, это же, по-моему, Арабу призывали Ну, может быть, да И пустое множество, по-моему, тоже, как свое родное множество Ну, кстати, вот пустое множество, скорее, это единица Потому что, ведь смысл пустое множество в чем? Это некоторое множество, которое не имеет никакого содержания Но при этом оно обладает вот своей единственной определенностью множества Ну, так это вполне себе аналогично вот этому жесту указывания вот Потому что есть некоторая простая определенность Определенность как таковая Она еще никакой другой определенностью не обладает Поэтому вот такая пустая определенность Вот То же самое, что пустое множество Цемеров Денкелей или Батьев Я прям даже не вижу смысла Ну, нельзя есть, то есть Пустое множество Нет Да-да-да С аристотелем Ни на реале, ни пустое множество Никакой не волны бесконечности Это правда Там все загадочно То есть пустое множество – это однократное указывание, да? Да Ну, то есть вот Для Батью и для теории множеств не существует вот этой потребности как бы вот-вот-вот-вот-вот-вот как бы воспроизведение этого пустое множество Но в качестве того, какой смысл вкладывается в само понятие пустое множество, это действительно однократное указывание руд Ну, пустое множество – очень сложное понятие Сдаётся не так, вот, работаётся не так И к указанию, наверное, не имеет никакого отношения Но то, что в нём как бы единицу можно считать как пустое множество – это действительно первое Ну так, я почему и вижу тут аналогию Что может, самое интересное, то, что оно может быть являться подмножеством любого другого остального множества Что оно может добавляться другому множеству И оно может получаться то же самое И вот всякое вот такое, для него вот это важно Но это работает сильно потом В самом начале В самом начале не так Ну, хорошо, значит, мы имеем множество воспроизведений Полученное путём воспроизведения Форма становится причиной не только потому, что она оставшая, но и потому, что она конечная Или вообще определённая форма Воспроизведение заключает в себе два смысла Один смысл – это возвращение к тому же самому И второй смысл – это переход к новому К иному Это опять две стороны, которые мы обнаруживаем в действии формы Форма воспроизводит себя И воспроизведение предполагает с одной стороны Возвращение к тому же самому Возвращение к тому же самому Сам смысл воспроизведения заключает в себе Возвращение к тому же самому А с другой стороны Воспроизведение тоже имеет этот смысл Другой способ Противоположный смысл Переход к новому Смысл возвращения к старому Оказывается немыслимым Даже как сторона Или аспект Потому что Если Возвращение к старому Если мы Помыслим возвращение К старому Воспроизведение как возвращение к старому То Отоположение Это и есть единица Мне кажется Воспроизведение формы Отвращение к тому же самому А есть единица А воспроизведение как иное Требет порядок Как это же единица Этого вража воспроизводится Я так хочу сказать Я считаю, что если есть возвращение к тому же самому, то каждая ввод становится безотносительным к другому. Безотносительным. Берется вне связи с… Для единицы это как раз хорошо. Безотносительно, нормально? Да. Но если форма безотносительна и предмет совершенно безотносительный, то форма перестает быть формой предмета, потому что говорить об определенности предмета, говорить о конечности предмета, который никак не связан с другим предметом – бессмысленно. Если он не находится ни в какой связи, ни в другом отношении с другим предметом, то он не может мыслиться как конечный. Ну как, конечность есть же сама по себе безотносительно того, как она. Просто конечность как конечность. Воспроизводство предмета – это и есть определение конечности как такового, безотносительно. Там соотносится предмет между другими или нет. С момента того, как форма начинает себя воспроизводить, она становится конечной. Форма становится конечной. Соотносится там предмет или нет, разве это важно? Мне кажется важно, мне кажется все-таки говорить о конечности предмета, который не находится ни в каком отношении с другим предметом, невозможно. В каком случае он конечен, если он не находится ни в каком отношении с другим предметом, если он безотносителен. Вот один предмет безотносителен. Ну а в каком смысле это форма конечная? Простой вот и все. Форма конечная. Тогда она уже не вот, она уже не указывает. Если она одно указывает, она уже не указывает. То есть каждый раз воспроизводится то же самое и внутренне соотнесенность со своим собой. Просто оно не раскладывается в ряд, как вопрос, который существует внутри. Ну рассудите нас, Владимир. Мы возражаем противоположные вещи. Я говорю, что это относительное «вот» не является «вот», то есть не является указанным. У каждого не существует только как воспроизводящие себя. У каждого не «вот», 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 «вот». То есть как… Нет, это потому что интуицию единицы как раз было бы отсюда хорошо вести. Если вообще считать, что единица – это нечто воспроизводящееся. Что есть некого рода, определенного рода опыт, который вообще никак не сводит ни к чему. Чистый специфический опыт, который можно осуществить и все – это единица. А все остальное уже раскладывается в ряд. То есть из этой же единицы, если возникает сдвиг, если воспроизводим мы теперь не то же самое, а переходим к новому, возникает веселя. То есть эта единица порождает все остальное. Порядок его счет там проще. Ну где-то же должен быть опыт единицы. Специфический, отдельный опыт. Единица как возвращение к прежнему. Это воспроизводится саму себя. То есть одно. Просто мне кажется, что если вы построение свое делаете, нельзя игнорировать даже вот такими маленькими шажками, может и можно тоже что-то там найти. У нас есть, получается так, что есть какой-то у нас специфический опыт, мы его отбрасываем и говорим, что он теперь не мыслит и все. А может он мыслит? Надо попробовать понять, если он мыслит, то в каких способах. Ну смотри, ведь задача вот этого повторения указывания состояла в том, чтобы форма удержала себя в качестве причины. Правильно? Да. А почему она себя не удерживает в качестве причины при одном ввод? А потом… Ввод-то не одно, просто… Нет, нет. Допустим, у нас есть одно ввод. Можем ли мы, положив в указывание ввод, удержать себя в качестве причины? Тут трудность такая, что если ты уже… Что отличает здесь форму? Форма здесь проявляет себя как причина и как определенная. Не конкретно определенная, а просто определенная. Но положенная ввод обладает ровно теми же самыми свойствами, из-за исключения того, что причина. То есть оно тоже… Это простое, определенное, но еще не конкретно определенное. И если форма имеет дело вот с таким ввод, то спрашивается, на каком основании она считает, что она является причиной этого самого ввода. Может быть, ввод оно само по себе такое. И для того, чтобы как бы обновлять в себе вот это сознание того, что ты причина, форма и воспроизводит эти самые вводы. Поэтому в этом смысле, я так понимаю, мы приходили к соглашению, что опыт изолированного ввод, просто ввод и ничего кроме… Он, если и возможен, то в нем утрачивается главное сознание. Сознание причины, формы как причины. То есть просто дальнейшее движение остановится. Я только имею в виду, что мы уже перешли к моменту вот-вот-вот. Вот это вот-вот-вот раскладывается на два, на две ситуации. На ситуацию, что каждый раз новое ввод и на ситуацию, что каждый раз то же самое ввод. То есть, ну вот каждый раз то же самое ввод. Олег Михайлович считает, что немыслимый и отбрасываемый. А я говорю, что может быть это и есть единица. Каждый раз это не новая ввод, а то же самое. То есть, она воспроизводится как вот-вот-вот, но только просто специфический способ. Потому что мы никуда не движемся и как бы стоим на месте. Но опять-таки, если оно воспроизводится в таком смысле, то где доказательства для формы в том, что это именно воспроизведение, а не просто наличествование этого ввод в качестве определенного. Форма, когда воспроизводит себя тем самым, она понимает, что она причина. Она просто воспроизводит себя как причину. Слушай, это верно. А то, что воспроизводит сам собственный предмет, он может двумя собственными произвести. Либо тот же самый предмет, либо каждый раз новый. Но разница в том, что форма, там причина, здесь причина. Нет, нет, нет. Форма должна доказать себе, что она является причиной. Она, если она воспроизводит все время одно и то же, одно и то же, то такое воспроизведение для самой формы доказательством не является. Потому что она может спросить, а вдруг это вот просто наличествует в качестве такового, а не я его воспроизвожу. И ответа на этот вопрос нет. Для того, чтобы получить ответ, что я действительно воспроизвожу, она должна воспроизводить вот, 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 вот. Но при этом в качестве не того же самого, а иного. Когда она понимает, что она воспроизводит не то же самое, а иное, то она получает ясное доказательство. Она утверждает себя в качестве. Прошу, как она доказывает, что это вот иное? Когда я говорю про логику, что либо ты воспроизводишь иное, либо воспроизводишь то же самое. Тут полнота ситуации, либо то или другое. А как она доказывает, что она воспроизводит не то же самое вот, а иное? Где инаковость иного? Инаковость только в действии полагания, только в действии указывания. И, собственно говоря, само иное – это способ закрепить вот это самое действие полагания. Получается так, что я воспроизвожу не просто вот, а иное вот. И это для меня способ закрепить себя в качестве причины. Я же имею в виду не то, что вот само по себе какой-то то же самое. Я имею в виду, что тот, кто воспроизводит этот вот, не может понять, это то же самое вот или иное. То есть, как бы он воспроизводит вот-вот-вот, но то ли самое то же самое, то нет. Не то же самое вот. Это разводит шноли на два логических, либо действительно это то же самое вот, либо это вот новое. То, которое новое вот, там раскладывается в порядковый счет, а то, которое то же самое, это как бы единицы. Все возможности оплачены. Я понимаю, но тут видишь, ну просто как об этом сказать, потому что ведь в качестве самостоятельного опыта, это одинокое ввод, оно останавливает всякое дальнейшее движение. Если только включить его в качестве такой вот специальной абстракции. То есть, единица появляется в качестве такой странной абстракции до того, как возникает, собственно говоря, число. Пусть даже порядковый счет. Ну, если так. Нет, просто даже единица ведь и в том, которое воспроизводится как и новик, тоже будет присутствовать. Каждый раз оно будет присутствовать. То есть, это как возможность вот того, она присутствует как бы сбоку, как вот возможность. Да, но начало осознания этой специфической абстракции должно опираться вот на этот в действительности неосуществимый опыт остановки вот. А потом, да, потом мы можем как бы понять, что это в некотором смысле слово одно. Нет, вот остановку вот я даже как бы у меня у нас вот динамика. Какой остановки вот? Нет, в принципе. Да, 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 я и говорю, что это не действительная остановка, а всего лишь абстракция. Нет, даже ее абстракция, просто я и говорю, что всегда есть две возможности логически, хотим или нет. Мы можем ее отбросить, эту логическую возможность, но вот этого она не перестанет быть. Надо что-то как-то с ней справиться. Ну, она не перестанет быть в каком смысле? Ну, что как логическая возможность? Я это слово обозначаю словом абстракция, она остается в качестве абстракции, не в качестве действительно того движения, которое совершает форма, а в качестве абстракции. А я предлагаю быть экономным, как бы не отрасывать никакие абстракции, а использовать их тоже в хозяйстве. Думовистый. Я не говорю, что я понимаю, что там как это надо правильно разложить, я просто имею в виду, что есть вот такая возможность, я на начале стою. Можно как-то с ней что-то сделать. Ну тут приходится глобально думать, потому что есть же метод движения. Тогда и в других случаях мы должны брать этот... Второй элемент, что-то с ней делается. Да, какую-то абстракцию, как так ты используешь, от которой мыслимая абстракция может оттолкнуться, как бы от этого надо перекраивать метод. Ну хорошо. Хотя действительно, что-то в этом есть. Единица как воспроизводящая себя единица, все время возвращающаяся к себе единица. Такая мысль. Я не знаю, как математически это... Так симпатичная мысль. Главное, что не просто одно. Одного ввода просто нет. Это да. Если больше ничего нет, кроме этого ввода, то это ввод невозможно. Поэтому я, собственно, и говорю, что если мы берем возвращение к прежнему, то каждое возвращение будет безотносительно другого возвращения. А если безотносительно, то получается каждый ввод как бы совсем заново. Мы действительно забываем, как Игорь замечал, забываем о предыдущем вводе. Если возвращение, то получается все-таки забываем. Тогда никакой единицы, конечно, не получается. Вообще ничего не получается. А можно немножко подумать на эту тему тоже. Но в любом случае вторым ходом, второй абстракции, которая заключена в воспроизведении, в идее, в смысле воспроизведения, переход к новому указанному. Понимаете, само мышление перехода заключает в себе мышление иного. Само мышление перехода заключает в себе мышление иного. В мысли переход мы мыслим иное указывает. Сама идея перехода. Возвращение к старому – это даёт безотносительность. Но идея перехода, этого достаточно. Именно переход делает иное иное. Именно переход делает иное иное. Мысли о переход, мы тем самым мыслим иное, новое указываем. Кстати, так у нас получается относительное ограничение. Потому что до сих пор было такое в безотносительном ограничении все это происходило дело. А сейчас впервые появляется относительное. Ну да, переход – это отношение одного указывания к другим указываниям. Но я говорю, что само мышление перехода даёт нам иное, новое высказывание. Достаточно мыслить переход, чтобы помыслить новое, иное высказывание. Тем самым переход даёт нам отношение нечто и иное. Даёт нам иное, или что то же самое – отношение, иного и нечто, или одного и другого. То есть переход устанавливает. Мышление перехода устанавливает отношение одного и другого. Иное указывание содержательно ничем не отличается от одного. Другое указывает, если у нас есть отношение другого и одного, то другое содержательно ничем не отличается от одного. Нет такого, что одно синое, другое красное. Если бы было содержательное различие, то мы мыслили бы различие. Но в нашей ситуации различие заключается только в том, что другое следует за одним. Больше различий нет. Поэтому, когда мы мыслим иное, мыслим переход, мы мыслим следующее. Мыслить переход, переход делает следующее, следующее. Мыслить переход, мы мыслим следующее, как следующее. А значит возникает время. Значит возникает время. Переход делает следующее, следующее. Но в мышлении следующего сохраняется мышление перехода. Вот как. Любопытно. В мышлении следующего сохраняется мышление перехода. Если бы переход не сохранялся, то мы опять не получили бы последовательности. Потому что одно уже исчезло. Когда существует иное, то одно уже исчезло. Поэтому непонятны отношения одного и иного. Когда возникает следующее, предыдущее уже называемое предыдущее. Оно исчезло, поэтому их отношения не устанавливают. Но дело-то в том, что когда мы мыслим следующее, мы сохраняем мышление перехода. Так и этого недостаточно. Надо мыслить следующее и следующее. Только тогда возникнет миссия. Потому что мы же говорили, что форма следующего, если она одна, то мы можем просто застрять в ней и все. Каждый раз будет следующее и все. И никакого ряда не возникнет. А будет два. Это предыдущее и следующее. Все. Чтобы было бы полное движение, нужно чтобы было следующее и следующее. Значит, еще закончим с первым и следующим. Дело, видимо, обстоит так, что мыслить следующее и мыслить переход – это одно и то же. Мыслить следующее и значить мыслить переход от предыдущего к следующему. Это одно и то же. То есть следующее от перехода, мышление от следующего, от мышления перехода не отличается. Они совпадают. Мыслить следующее и мыслить отношения следующего к предыдущему – это одно и то же. А как же мы там количество получим? Потому что раньше это было определённое количество, когда мы мыслили вместе с переходом. Как бы было больше чуть-чуть. А что было бы больше? Больше, как мы мыслили? Если мы мыслили не просто следующее, а с переходом. Тогда получается больше, но пока у нас нет больше. Да, но вы сейчас говорите, что следующее – это обязательная мысль с переходом. Теперь я говорю так, да. Количество – это тогда останется в своём месте? Количество – это количество? Как количество – это вы найдёте? Когда я говорю о… Платы идти до хозяйственного. Беспокоиться. Не хочет потерять ничего из прошедшего и беспокоиться о будущем. Что у нас завтрашний день сложится. Когда я говорю, что мыслить следующее – это то же самое, что мыслить отношения следующего и предыдущего. Я, по-видимому, что говорю? Я говорю, что отношения здесь ещё уже опосредуют переход к следующему. И переход опосредует мышление следующего. И отношения опосредуют мышление следующего. Но это опосредование не явлено. Это опосредование не явлено. Оно есть. Переход-то есть. Переход то, что связывает, и отношения есть. Но в отношении это не явлено как нечто самостоятельное и опосредующее следующее. Поэтому мы и имеем всего лишь стрелу времени, направленность, а не увеличение времени. Поскольку опосредование есть… Да, но мы не имеем нужной деятельности. Деятельности не имеем. Мы имеем чистое квантованность. Время. Да. Из вот-вот получается какая-то есть такая квантованность. И никакой другой непрерывного времени не получается. А в этом что стоит подумать? Я пытался… Во-вторых, всегда же мы, ну, по крайней мере, привыкли, что нечто происходит во времени. Но здесь, как бы, так получается, ничто во времени не происходит, а время как бы есть само. То есть оно живет, функционирует примерно так же, как бы и я. Вещи есть в любом пространстве, вещи и сами. Точно так же здесь оказывается, что предмет есть не во времени, а в каком-то смысле есть само воплощенное время. Да, 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 да. Потому что… То есть живет другим способом время, функционирует здесь, чем на природе? Совершенно верно. Живет во времени? Если время априорно, то, конечно, предмет и во времени. Если времени нет априорного, то есть как не объясняет время и не выводит время. Время не имманентно вещам. Ну, есть некое априорное время, тогда во времени что-то происходит. Я же пытаюсь построить как бы имманентное время, построить его. Не задать, что вот есть время, сознание есть время, а построить, вывести. Я увожусь в множество. Вот есть множество. А затем это множество упорядочено. Причем я миную понятие единицы при этом. В общем, у меня все беспокоит и беспокоит это обстоятельство, что я миную понятие единицы. Просто упорядочение множества. Вот есть множество. И если в идее множество, то есть в идее воспроизведения. Есть такой смысл. Два смысла. Один из них – это переход к новому. В этом смысле ясно виден в понятии воспроизведения. Но переход сам по себе. Мышление перехода дает нам мышление следующего – все. А мышление следующего, в свою очередь, не уничтожает переход. То есть переход не исчезает в мышлении следующего. Могут исчезнуть мышление следующего. Но он не исчезает в мышлении следующего. Он мыслится как сохраняющийся переход. Когда мы мыслим следующее, мы мыслим переход, то есть мыслим отношения следующего и предыдущего. Мысли следующего – это то же самое, что мыслить отношения следующего и предыдущего. Вот теперь мышление перехода – первый факт и второй факт. При мышлении переход дает нам следующее как следующее. А в мышлении следующего переход сохраняется. Вот еще два обстоятельства, которые позволяют нам говорить о последовании. Если бы переход исчез, то мы бы имели ситуацию, когда прошлого уже нет, а настоящее – будущее. Наоборот, прошлого уже нет, а будущего еще нет. Ну, феноменолог-то правильный ракон голова вылетела в уши. Он говорит, что две нотки – звучит одна нотка, звучит другая нотка. Когда звучит другая нотка, первая нотка уже не звучит. И поэтому с этими отношениями для ними совершенно невозможно. Нет никакого отношения. А если не звучат вместе, то это уже аккорд, а не последовательность. А если не звучат за, одно за другим, то это последовательность. Но в таком случае, когда звучит вторая, не звучит первая уже. Поэтому нет отношений между ними. Ну, между ними нет, да. Но это отношение выстраивается со знанием путем вот этих специальных связок, которые он именует ретенциями. То есть именно сознание удерживает бывшую прежде ноту и связывает ее со звучащей сейчас нотой. Ну да. Но в таком случае мы возвращаемся к идее аккорда. То есть он, конечно, ничего не решает. Он называет это фантазией. Да, мы удерживаем. Сознание, фантазия – это первая нота. Ну что? Ну, звучит аккорд. У вас уже вот этот кусок длительности времени, он присутствует, да, в наличии? Поэтому в него как бы две ноты помещаются. В каком смысле? Ну, у вас получается, что этот кусок как бы длительности, он присутствует в наличии? Да и хоть присутствует. Он у нас производится? Нет, сам кусок присутствует. Сам кусок. У вас всегда вот, вот оно имеет определенную длительность. Любое вот. Нет? Вот такое вот странное. То есть может быть она не длительность во времени, но какую-то длительность она имеет. Потому что она вот… Ну, оно связано с предшествующим. Но при этом она имеет еще собственную длительность. Нет, длительность – это было бы количество. Количество или нет еще? Она как какой-то кусок все-таки. Разговор о том, что… То есть это некоторый принципиальный такой квант времени… Да, да, да. То есть он неравен нулю. Да. Нет, но он не фиксированный. Потом тебе интересно, что этот квант времени может иметь произвольную длину. То есть он неравен никакой постоянной. Он может растягиваться, он может уменьшаться. Но тем не менее… Ну, количества еще нет, поэтому… Тем не менее, это вот речь идет о таких кусках. Как их выразить, непонятно. Потому что всякий раз уходишь к этим… Ну, дещам. Нет, конечно же, во всем построении присутствует как бы дальнейшая возможность его развития. Конечно же, где-то здесь количество присутствует. Но на данном этапе этого количества просто нет. Не говорить о том, что там длительность какая-то, это же тоже какое-то количество. Еще нельзя. А так все внутри, конечно, там имплицитно присутствует. Значит, опосредование есть, но опосредование не явлено. Когда мы говорим, что мышление следующего – это то же самое, и мышление перехода одно и то же, Мы и говорим этим по-видимому, что… Или мы говорим, что мышление следующего, и мышление отношения следующего – это одно и то же, то переход и отношения опосредовывают, конечно, следующее. Но это опосредование не явлено. Следующее не отличается от перехода. Мысль следующая – значит мысль переход. Мысль следующая – и значит мысль отношения следующего – предыдущего. То есть не различено переход, отношения и следующее. А раз не различено, то значит переход и отношения не… Который, собственно, и делал что делать? Что делать? Делал последование. Когда последование есть, оно не явлено. Поэтому я и говорю, что мы здесь имеем направленность, но не величину. Только стрелу – время. Только стрелу. И следующее следующего будет продолжением стрелы, потому что… Опять же, есть опосредование, естественно, следующее – следующего к отношению к следующему. Есть отношения следующего – следующего и следующего. Есть переход от следующего к следующему – следующему. Значит есть опосредования. Но это опосредование не явлено. Итак, мы продолжаем следующее, следующее, следующего... У вас же не продолжились. У вас будет просто каждый раз воспроизводиться ситуация предыдущего и следующего. Никакого движения нет, стоим на месте. Каждый раз. Та же самая ситуация что было вот до этого, да, Что, можно одно воспроизводить как то же самое, а можно как новое. Тоже самое со следующим. Можно воспроизводить то же самое следующее каждый раз, а может новое следующее, то есть следующее и следующее можно воспроизводить. Эта дилемма будет воспроизводиться везде и всегда. Всегда будет возникать, либо мы в форме замираем в каком-то смысле, либо мы движемся. Потому что можно замерить в ситуации, что воспроизводить отношения с предыдущим и следующее, и никуда не двигаться. Но поскольку опосредование есть, то есть и движение к следующему следующего. Почему, собственно, может его не быть? Ведь следующее к предыдущему относится, и поэтому следующее и следующее относятся к следующему. Отношение это есть, но оно не явлено. Поэтому мы имеем просто стрелу, просто направленность, но не имеем количества времени. Не можем сказать, больше или меньше времени протекло. А вот просто протекло, это чистое время. Чистое время, потому что следующее это не иное. То есть не иное в каком-то ином смысле, кроме как следующее. У Гушаби, кстати говоря, нотки различаются. Ну да, конечно. Да, они содержательно различаются, они разные. Поэтому он и говорит про нотки. Когда я говорил про нотки, то различил. А здесь надо получить чистое следо. Чистое следо. А поскольку в чистом времени действительно переход и опоследует, и не опоследует, то мы имеем два момента. Если не опоследует, то схлопывается. Следующее с предыдущим, если опоследования нет. Раз оно не явлено, то есть момент, абстракция, что его нет. Схлопывается. Либо оно есть. Тогда мы мыслим, отношение и следующее различаем, разлепляем. А если мы различаем и разлепляем отношения и следующее, переход и следующее, то следующее становится больше. То есть так же мы строим большее-большее. То есть получается не просто стрела, а получается количество времени. Теме течет в том смысле уже теперь. Не просто течет. А в том смысле, что оно становится больше, 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 больше. Оно становится больше, больше, больше. Получаем уже такое полноценное время. То есть получается два времени. Одно время чистое. Просто направленность без увеличения. И второе время, когда большее-большее, аналогично количественному счету. Получаем, соответственно, время, накапливающееся, растущее время. Но это различение во времени два его смысла. Это, как я говорил, прошу надо не разу. Это самое любопытное, совершенно неожиданное. Хочется, есть два смысла времени. Вполне себе время, порядка же счета. Но без количества. И время, обремененное, еще и количество. Значит, еще раз. Переход дает следующее, а мышление следующего сохраняет мышление перехода. Тогда мы получаем, при этих двух условиях, мы получаем следующее. То есть время. Адвократно условие. Без всякой априорности. Мы просто выберем. Все на сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...